Добиться успеха и стать известным на всю страну, раскрыв свой творческий потенциал. Такая возможность появилась у детей из нашего города. В Рязани прошел первый фестиваль талантов «Мини-мисс» и «Мини-мистер Великая Русь». Участники фестиваля приехали в том числе и из других городов России. 20 детей в возрасте от 4 до 16 лет боролись за то, чтобы представить Рязань на всероссийском конкурсе «Мини-мисс» и «Мини-мистер Великая Русь» летом 2018 года. Однако даже одно только участие в фестивале дает детям возможность получить еще большее развитие в своем направлении. Здесь есть хорошие претенденты на участие в каких-то региональных, вернее даже федеральных конкурсах, больших, серьезных, телевизионных даже. Дети в этот раз должны были представить творческий или спортивный номер, либо изготовить с родителями оригинальный авангардный костюм. Жюри было непросто оценивать ребят в столь различных направлениях. Участие в конкурсах, я думаю, да, поможет мне в будущем, потому что благодаря конкурсам я с собой очень хорошо сижу и ухаживаю, и в будущем мне тоже очень пригодится. Занятие гимнастикой – это поддержка физической формы и всегда стройная фигура. Я выступаю в творческом номере «Кукла». То есть ты кукла? Да. А можешь показать руками, как ты будешь двигаться? Да. Ты боишься вообще камеры и сцены? Вот как ты себя чувствуешь? Я не боюсь камеры и сцены. Зачем их бояться? Я хотела бы пожелать тем родителям, которые сомневаются, посылать ли своих дочерей и сыновей на такие конкурсы, что это делать нужно, потому что ребенок чувствует себя увереннее. У него появляется какая-то база, он умеет себя держать на сцене и показать себя в обществе. Это, я думаю, в целом на развитии сказывается благотворно. Все участники во время подготовки к конкурсу талантов прошли различные мастер-классы, обучились азам-дефиле. Однако, чтобы выделиться среди остальных, они должны были сразить публику. Итак, расскажи, почему ты решил принять участие в этом конкурсе? Потому что я хотел очень выиграть эту поездку в Санкт-Петербург. Ты там был уже, нет? Ни разу не был в жизни. Пока родители не решили, он сам решил, как он вас до туда доставит, да? Да, я ему говорю, Гриша, мы вот пойдем на конкурс, пойдем на репетицию. Он сразу, ура, гастроли! То есть он любит этим всем заниматься. Не стесняется, не боится. Шестилетний Гриша со слезами на глазах получил титул Гран-при фестиваля. Как и Анастасия Аникина, представившая номер по художественной гимнастике, он выиграл поездку в Санкт-Петербург. Свои награды и приглашения на другие конкурсы получили даже совсем юные участники. А титул «Хрустальный голос» завоевала Инга Шеремет, девочка с ограниченными возможностями здоровья. Я люблю петь, и я на многих концертах выступала. Расскажи, на каких концертах до этого выступала? Ну, на международных выступала. Хочу сказать, поблагодарить организаторов этого конкурса за то, что нас пригласили, дали возможность выступить. На самом деле, для наших семей это очень событие. Уже сейчас организаторы нацелились вывести мини-мисс и мини-мистр «Великая Русь» на международный уровень. Для подготовки к следующему мероприятию они планируют объединиться со школой юных моделей и творческими студиями. Есть потенциал, есть люди, которые это все устраивают, есть люди, которым это удается все организовать. Есть люди, которые поддерживают такие мероприятия, такие начинания. И, конечно же, если вот такой фестиваль, как мне кажется, родит некое объединение творческое, какую-то школу, может быть. Я не знаю, есть ли у вас такое в планах? В планах у нас есть. Я хочу, чтобы наши дети могли быть и на европейских подиумах, на вероятных. Ну, то есть нужен другой уровень. Для этого нужно заниматься, стараться. Потенциал в детях есть, но это и родители должны очень много заниматься, и детей надо много вкладывать, педагоги хорошие. Основной посыл организаторов в этом фестивале – показать детям, какие они молодцы. Убедить родителей, что их дети самые лучшие. Ведь часто взрослые требуют от них слишком многого. Однако тот труд, который уже был вложен в ребят, судьи по достоинству оценили. Конкурс носит название «Великая Русь». А Русь всегда славилась не только красотой, но и талантами. Поэтому хотелось бы увидеть в человеке гармонию одного и другого. Вот то, что сегодня участники представили, свидетельствует о том, что Русь действительно велика талантами. И богатство основной нашей страны заключается именно в этом. Отчасти этот фестиваль является социальным проектом. И директор конкурса Натали Соболева-Горковцова в день финала пообещала, что будет поддерживать всех детей, которые стремятся развивать свои таланты и идти к высотам. Чтобы первый подобный фестиваль остался у участников и самих организаторов навсегда в сердцах, Натали передала свою собственную корону, завоеванную на конкурсе красоты победительнице. А победитель, как настоящий мужчина, получил кубок. Большую часть времени при подготовке к Новому году каждая женщина страны тратит на приготовление праздничного ужина. А красивое оформление стола – гордость любой хозяйки. Для того, чтобы сервировка стола была по-настоящему сказочно красивой, необходимо для начала взять бумагу и ручку и составить список. Предложены нами и командой студии дизайна «Флориан Хоум» несложные правила и красивые варианты сервировки, надеемся, помогут вам в организации незабываемого семейного торжества. Для того, чтобы сервировать правильно стол, нужно соблюдать несколько нехитрых правил. Это посуда и все декоры должны быть в одном стиле и в одной цветовой гамме. Следует внимательно отнестись к дизайну праздничного стола, ведь каждая мелочь может или отлично влиться в общий стиль, или испортить уже почти законченное оформление. Вот этот столик, он у нас в стиле рустик. Этот стиль отличается от кантри тем, что присутствуют необработанные детали. То есть это все, что от природы можно взять – спилы дерева, шишки, веточки. Все может присутствовать на столе. В общем-то, хитрости немного, но при определенной сноровке можно все это красиво скомпоновать и сделать композицию. В последние годы модно использовать в интерьерах природные материалы, которых будто не касалась рука человека. Чем естественнее, тем красивее. То же самое актуально и при сервировке новогоднего стола. Световой центр, который состоит из свечей. Свечи могут быть либо декоративные, либо настоящие, как у нас видите. Сейчас, конечно, очень многие украшают столы разными элементами ручной работы. Во-первых, это некая экономия. Во-вторых, конечно же, у каждого человека, как Новый год, это воспоминания о детстве. И то, что вы видите, шишки, элементы апельсиновых долек. Это и запах Нового года, ну и, конечно же, уют, уютная атмосфера. Скатерть может быть изо льна, хлопка, шелка, с украшениями из кружева и вышивкой. Ограничений по цветовой гамме для новогодних скатерти нет, хотя не гласно принято использовать красный цвет, неотъемлемый от новогодних праздников. И сочетать его с другими оттенками, например, с белым или с цветом небеленого льна. Вышивка кружево-ручной работы, как в данном случае на итальянской эксклюзивной скатерти, добавит ощущение тепла, уюта и погрузят в атмосферу детства и бабушкиных сказок. Любая хозяйка, конечно же, имеет в своем арсенале различные салфетки. Но новогодние салфетки, они, конечно, должны отличаться яркостью, какими-то элементами вышивки. Итак, если стол в стиле «рустик» подходит для семейного праздника, то следующий вариант сервировки можно предложить, если вы ожидаете в гости друзей. У нас есть столик оранжевый. Это столик для коктейлей. Можно рассмотреть, как он украшен. Так как наступающий год – год собаки, оранжевый цвет, он очень актуален. Также там присутствуют элементы золотые. То, что действительно украшает, создает праздник. Наступающий новый 2018 год пройдет под знаком земляной собаки. Об этом звере известно достаточно много. Ведь уже сотни лет он является другом и помощником человека. Наряду с оранжевым и золотым, земляной собаке нравятся ультрафиолет и красный. Эти цвета можно выбрать для оформления теплого, уютного чаепития. Этот столик для чайных церемоний. Там, в общем-то, все аксессуары для чая. И то, что действительно для семьи, наверное, это самое актуальное. Это чай вечерний, это фрукты. Ну и соответствующий цвет, который характерен для Нового года. Каждая хозяйка в новогодние праздники старается создать уютный и красивый интерьер в своем доме или квартире. Будь то семейное торжество или ожидание прихода гостей – все должно быть идеально. Новогоднее застолье предполагает особую обстановку, в которой всегда есть что-то волшебное и чарующее. Люди вкладывают в этот день много теплых эмоций и надежд на будущие перемены, исполнение желаний и мечтаний. Кроме обилия символичных изображений, фигурок, игрушек, любимых лакомств и других атрибутов земляной собаки, важно еще кое-что. А именно, само настроение праздника. Все знают, что щенки вырастая не перестают играть, поэтому собака будет рада, если ваши гости будут счастливы, довольны и активны. А когда все начнут расходиться или дарить подарки, важно вручить каждому какую-то приятную мелочь, сладость или маленький символ года. И пусть не только эти праздники будут волшебными, но и весь приходящий 2018 год. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова